Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Как вы видите, я снова в строю, соответственно, перед важнейшим событием окончания 2016 года, заседания ФРС, я с вами. И, разумеется, как вы, продолжаю спекулировать на идее того, что мы наконец-таки дождемся необходимого для многих трейдеров решения, которое связано с ужесточением монетарной политики. Хотя нам сейчас, наверное, грех жаловаться на то, что закрытие 2016 года не так эффективно, как хотелось бы, потому что мы уже получили очень неплохой импульс для роста американца вместе с президентством Трампа. Напоминаю, что сегодня мы с вами увидимся дважды, собственно, сейчас во время прямого эфира нашего брифинга, и еще в 16.30 состоится вебинар в ранний понедельник, который посвящен ключевым событиям прошлой недели. Поскольку последние две торговые сессии я выпал, скажем, из нашего еженедельного анализа, ежедневного анализа событий из-за того, что мы проводили семинар. Что касается, опять же, наверстаем ли мы упущенное, конечно же, поскольку я всегда ставлю задачи, целью еще раз проанализировать ключевой фундамент, который сложился за неделю в рамках вебинара «Правильный понедельник». Мы это, собственно, сегодня и сделаем, и обратим большее внимание на те отчеты, которые, опять же, состоялись в четверг и в пятницу. Начнем мы сегодня, давайте, с нефти, поскольку этот актив продолжает развитие того потенциала, который был уже, отчасти, реализован в плане восходящего импульса. Нефть карабкается вверх. После закрытия пятницы 54.35 мы сейчас видим котировки 56.61. Глядя на то, где находится сейчас Brent, я очень рад за то, что покинул этот актив после того, как он оказался выше 50. И после того, как буквально две недели назад ОПЕК договорились об ограничении производства и добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Напомню, что это соглашение и условия сделки будут соблюдаться 21 января 2017 года. Главная цель и задача, которую пытаются решить нефтепроизводители, это стабилизировать ситуацию, восстановить ценовую конъюнтуру, поддержать рост цен и добиться балансового состояния между спросом и предложением. Вслед за решением ОПЕКа мы с вами, как трейдеры, которые следят за динамикой черного золота, переключились на следующий важный фундамент. И этим важным фундаментом стала уже встреча стран, которые не вхожи в организацию ОПЕК. Она состоялась в Вене в эти выходные. В ней приняло участие из 14, кстати, ключевых производителей всего лишь 5. Но самое важное, что присутствовала Россия. Поскольку на Россию делали большую ставку и ожидали то, что Россия будет ограничивать производство. Также вот в ближайшее время Россия сдержала свое слово, поскольку уже отмечалось, что если ОПЕК договорится, Россия также сократит производство углеводородов. И в данном случае мы знаем, что как РНШ закладывается в основу сделок хотя бы в формате предположений, сейчас уже это реальность, Россия будет снижать производство на 300 тысяч баррелей в сутки и планирует довести уже к маю 2017 года производство до 10.94. Это только договоренности. Если, опять же, ОПЕК не будет придерживаться прежних договоренностей и не начнет сокращать производство в России, также очень легко продолжит придерживаться прежнего плана по разведыванию и увеличению добычи. Конечно же, поскольку речь идет о все-таки сокращении производства со стороны еще одного ведущего производителя, мы наблюдаем, как это поддержал оптимизм трейдеров и позволило а сегодня наблюдать вот это открытие СГЭПа и настраиваться на то, что эта восходящая динамика продолжится. Но я еще раз призываю вас к тому, что нужно быть реалистом. Если хотите рискнуть, прям пойти в Аббанк и считайте то, что соглашение ОПЕК и сделки по сокращению производства со стороны России достаточно, чтобы восстановить этот баланс, ну тогда у вас все лавры, скажем так, на руках, все возможности и козыри, чтобы покупать бренд с возможностью закрепления выше 60, а может быть даже ухода выше. Я такую позицию разделять не хочу, поскольку знаю то, что исходя из последних цифр по добыче в рамках ОПЕК, это выше 34 миллионов баррелей в сутки, исходя из тех показателей спроса, которые присутствуют на рынке в глобальном плане со стороны мировой экономики, сокращать нужно не на 1,2, даже если добавим Россию, получается 1,6 примерно миллиона баррелей в сутки, сокращать нужно практически на 2, на это уже никто не пойдет. И я с особым удовольствием продолжаю делать ставку на то, что есть еще регионы, которые добывают очень много, но которые были исключены из соглашения ОПЕК. Это Ливия, Нигерия и в данном случае еще основником остаются Соединенные Штаты Америки. Предлагаю обратить внимание на отчет в пятницу от Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Плюс, как вы думаете сколько, ну уверен, что вы уже посмотрели, 21 штука с 477 до 498. Практически полтысячи буровых, которые сейчас занимаются сланцевым производством, буровые, которые будут увеличивать производство и, соответственно, выносить свой вклад в рассинхронизацию спроса и предложения. Поэтому я как раньше настроился на то, что я займу короткую позицию, как только бренд идет ниже 50 долларов за баррель. Но поскольку мы сейчас, видимо, уже на космических уровнях, я считаю то, что можно рискнуть с точки зрения того, чтобы подтянуть этот уровень входа. Поэтому, как только бренд окажется ниже 53-50, я буду рисковать и продавать этот актив, поскольку понимаю, что даже соглашение ОПЕК, даже решение России сократить производство, это не решение проблемы, которую можно было решить, если ограничение производства произошло бы раньше и на гораздо большую цифру. Рубль против американца 62-23. У нас был такой уровень локальной поддержки, суперзначительный, даже не знаю, как сказать, еще колоссальный. Этот уровень уже неоднократно оправдывал свою значимость с точки зрения серьезного присутствия ОПЕКО и активизации покупок. Это 62. Я делаю большую ставку на то, что этот уровень сохранит свою актуальность и уверен в том, что многие из вас разделяют такую же позицию. Я думаю, что именно от этого уровня снова пойдет игра на повышение, которое по мере сохранения тенденции, потенциальной тенденции, конечно же, коррекции нефти сможет вернуть нас к концу 2016 года все-таки к нашему более-менее нормальному пока ценовому рубежу по инвестирует ОПЕКО 65. Ниже 62, конечно же, пару вряд ли пусть и сам Центральный банк, который по-прежнему еще решает внутренние проблемы с ликвидностью. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1,0557. Знаю то, что мой коллега Вадим Кравчук очень много времени уделил заседанию Европейского центрального банка. Знаю то, что и вы, будучи вовлеченными во все, что происходит на рынке, знаете, опять же, каким последствиям видели привело к заседанию и комментарии пресс-конференции председателя ЦБ Марио Драги. А хочется еще раз просто сделать ставку, не растекаясь по древу, о том, что рынок сначала поймал сам себя на крючок, поскольку первоначальная реакция на решение Европейского центрального банка сократить программу количества смечения с 80 до 60 миллиардов евро привела к тому, что пара евро-доллар в моменте выросла до отметки практически 1.09, после чего пошло серьезное снижение фактически на три фигуры. Потом коррекция продолжилась и я думаю, что вы уже находитесь в короткой сделке, как я вам говорил, потому что мы неизменно пойдем вниз. Интересно то, что, опять же, коррекционная динамика на рынке возникла после того, как трейдеры адекватно оценили элементарную математику, которая огласит о том, что даже сворачивание программы на 20 миллиардов евро в месяц, с учетом продления сроков до конца 2017 года, все равно будет выступать подтверждением того, что экономические стимулы увеличатся и продолжат расти порядка на 200 миллиардов евро до конца месяца. Это больше, чем планировалось. Очень важно также сделать акцент на то, что как такового лимита временного по действию программы сейчас уже не определено. Если раньше эта программа количественного смягчения даже по планам Европейского Центрального Банка должна была действовать до марта 2017 года и потом мы с вами говорили, что решение может быть формата продления на полгода вперед, то сейчас ее продлили условно без фиксирования сроков, без привязки к конкретной дате до конца 2017 года. И после того, как состоялась пресс-конференция представителя Европейского Центрального Банка Марио Драги, мы услышали сверх агрессивные по мягкости комментарии. Большое ему спасибо, потому что он еще раз убедил нас в том, что наш посыл, который связан со спродажами европейской валюты, абсолютно правильный. Я бы даже сказал то, что Драги дал очень много намеков на то, что евро доберется до паритета 100% и в самое ближайшее время. Самые важные намеки были сделаны именно в контексте того, что Европейский Центральный Банк, если раньше, вы помните, были предположения о том, что подумывали, чтобы выйти из программы QE, чтобы свернуть ее, Драги отметил, что Европейский Центральный Банк даже не обсуждал такую возможность. И до тех пор, пока индекс потребительских цен хотя бы не доберется до не приблизиться к цели в 2%, выходить из действующих стимулов не будет. Более того, если на рынке будут созданы условия, которые станут несопоставимы с поддержанием нормальных, адекватных темпов роста инфляционных ожиданий ВВП, тогда ЕЦБ проявит еще большую решительность задействовать те инструменты, которые еще не задействованы и продолжит, опять же, анонсировать и развивать сверхагрессивную экономическую политику. Я думаю, что, исходя из таких комментариев, мы вполне можем дождаться даже снижения поцепных ставок. Дальше мы вполне можем дождаться то, что программа количественного смягчения не завершится даже в 17-м году, а плавно перетекет еще в 17-й год. Ну а там уже, конечно же, будет видно, исходя из показателей индекса потребительских цен и тех значений, на которые сейчас ориентируется ЕЦБ. Поэтому заседание ЕЦБ – это тот самый мощный триггер, который еще не до конца реализовал свой потенциал. Это триггер, который убедил нас в том, что нужно продавать евро. И именно это мы с вами и будем делать, потому что политика и комментарии ЕЦБ – это то, что многократно в тысячном формате усидило контраст между монетарными курсами ЕЦБ и ФРС. Плавно перейдем, давайте, к доллару японской иене, потому что здесь у нас развитие того самого сценария, который нам и был необходим, это рост американцев. Мы видим то, что сейчас пара уже продолжает переписывать многомесячные максимумы, котировки актуальность 15-49. Я уверен, что мы пойдем и уже идем с вами на отметку 120 иен против американцев. И я также уверен, исходя из вашей бдительности, опять же, к основным фундаментальным событиям, то, что вы не позволяете себе сейчас рассмотреть возможности ослабления американцев. Потому что знаете, что на этой неделе у нас супер событие, которое может даже переплюнить то, что мы увидели по факту влатильности реакции рынка на заседание ЕЦБ. Это заседание американского регулятора и вероятность повышения процентной ставки в 100%. Поддерживает эту идею весь прежний фундамент, на котором я сейчас не буду останавливаться, начиная от макроэкономических отчетов и кончая ожидания последствий политики Трампа. Из актуальных цифр заявки на пособие по безработице 258.268. Еще один позитивный момент. Вы помните лучшая статистика в плане цикла и восходящего тренда 73-го года. Индекс доверия Мичиганского университета вслед за отчетом от Conference Board продолжает расти 98 уже с 93,8. И еще противовес тому фундаменту, который идет у нас по штатам, есть еще и Япония. И здесь я хочу сделать акцент на слабые показатели ОВП. Один и три. Здесь мы хватали прироста против прошлого 2,2. Экономика продолжает тухнуть. Экономика по-прежнему имеет серьезные проблемы с потребительской активностью, с низкой инфляцией. Экономика по-прежнему будет заложницей тех стимулов, которые сейчас реализуются в плане вектора монетарной политики со стороны японского регулятора. И не забывайте о том, что Банк Японии уже еще в сентябре дал понять то, что будет делать все, чтобы сохранить доходность 10-летних облигаций на отметке 0%. Чтобы сделать это, нужно проводить валютные интервенции. Валютные интервенции это то, что будет расширять баланс национального ЦФБ, то, что будет увеличивать денежную массу в стране, то, что будет бороться с рисками дефляции и то, что будет оказывать ослабляющее воздействие на курс национального валютного актива. USD и Yen в связи с этим, в связи с ожиданиями ФРС, циклом, скажем, вторым повышением процентной ставки, которую мы ждем в среду за последние 10 лет, и продолжением этого цикла в 2018 году. Там еще, возможно, две ставки в плане разгона. То, что будет толкать пару USD и Yen выше. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.2587. Я думаю, что мы уже скоро с вами вернемся к продажам британца. Уже совсем скоро, потому что нам нужен был уровень 1.25. И как только пара скорректируется к этому рубежу, выйдет из восходящего канала, который совершенно очевиден сейчас визуально, заметен на дневках, мы сможем также продавать британца. Риск остается все тот же. Это, соответственно, Brexit, это предстоящее инициирование 50-й статьи Лиссаборского договора. И я думаю, что в каком-то формате на этой неделе нам поможет с распродажами еще целый блок макроэкономических данных, которые будут публиковаться в Англии. Действительно, неделя будет крайне насыщенной на события. Завтра мы будем анализировать эту статистику. Основной блок пройдется на четверг, который по Англии, исходя из набора этих релизов, называется «Супер четвергом», потому что ставка, объемы оккупативов, протоколы, голосование членов по поводу дальнейшего курса в данной политике. Уверен в том, что мы получим намеки сохранения мягкого подхода к дальнейшим стимулам. Потому что сейчас Банк Англии будет исходить, в том числе, из ближних рисков, связанных с тем, что Brexit еще очень сильно негативных веществ, кажется, на от эпоха экономического роста. Поэтому по фунту все-таки пока давайте находиться вне рынка. Это лучший сценарий, покуда пара не скорректируется до отметки 1.25. По австралийцу против доллара. Здесь у нас на прошлой неделе было несколько важных отчетов, на которые я ориентировал. У вас, вы помните, ЛВП, хуже некуда. Это годовой, показатель 1.8, с прошлого 3.3, квартальный гость, просадка минус 0.5%. Торговый баланс, состояние экспорта и импорта. Экспорт вырос всего лишь на 1%, жалкий 1% по сравнению с прошлым 2%, который также был одним из самых слабых за последние несколько месяцев. Резервный банк Австралии, исходя из этого, давал еще в ходе прошлого заседания нам понять, что если ОВП будет снижаться на фоне сохраняющихся низких показателей инфляции, тогда идея рынка по поводу спекулирования на возможность еще одного снижения процентной ставки будет актуальна. Мы знаем про это, мы следим за статистикой, поэтому продаем австралийца. И знаем то, что с текущих значений 0.7453 пара легко может добраться до поддержки 0.72 уже к концу 2016 года. Новозеландец против доллара 0.7141. Здесь также ждем нашу прежнюю поддержку 0.70. Я думаю, что при получении необходимого буста и ускорения со долларом давление будет на рисковые активы совершенно очевидным. И я очень большую ставку делаю именно на американцы. Если уж не новозеландец, скажем, нашел достаточные поводы для коррекции, исходя из национальных отчетов, то, по крайней мере, вряд ли он устоит перед силой доллара. USDCAD сейчас 1.3124. Между прочим, Goldman Sachs считает то, что сделки по продаже европейской валюты, по покупке доллара против иены и покупки доллара против канадца являются и будут самыми лучшими в 2017 году. И делая большую ставку на то, что пара USDCAD сейчас крайне недооценена. И предлагаю трейдерам обратить внимание на расхождение доходности облигаций США и Канады, на контраст монетарных политик, который также очевиден между США и, соответственно, Европейского центрального банка. И предлагаю, собственно, вернуться к прежним прогнозам по снижению цен на нефть, которые были актуальны тогда и на самом деле актуальны сейчас. Потому что Goldman Sachs, так же, как и я, не верит в то, что текущих договоренностей будет вполне достаточно, чтобы восстановить баланс между спросом и предложением. USDCAD можно рисковать, честно говоря, если бы я торговал этой валютной парой, то, возможно, уже сейчас проявил бы решительность и купил с текущих значений, потому что мы опустились уже очень низко. И потенциал дальнейшего ослабления нефти будет только способствовать резкому развороту в ближайшие дни пары USDCAD с возможностью хода снова выше отметки 1.35. Доллар-франк 1.01.75. В принципе, здесь все без изменений. Евро-освеси 1.07.43. Поддержка у нас держится на отметке 0.7. 1.07. Мы покупаем эту пару, поскольку знаем то, что Национальный банк Швейцарии будет делать все возможное, чтобы швейцарская валюта динамично ослабела быстрее, чем евро. И особенно валютные интервенции будут заметны и актуальны, как только давление на евро усилится. S&P у нас переписывает многомесячные максимумы 2.255. Сейчас, как я говорил, у нас потенциал покупки еще не меньше 5%. Этот потенциал будет реализован в первом квартале, соответственно, 2017 года. Что касается золота, сейчас 1.156.88. Я уверен, что вы уже находитесь в плюсе, поскольку мы начали продавать этот актив с более высоких значений, но это еще не предел. Я думаю, что мы сможем такими стараниями добраться как минимум до отметки 1.150, а цель максимум 1.100. Что касается важных событий сегодня, то, пожалуй, даже обратить внимание не на что, но расстраиваться не будем, потому что сейчас рынок находится в ожидательной позиции перед ФРС, перед средой, суперсредой. Мы также будем сейчас максимально внимательны к тому, что происходит на рынке. Мы занимаем также позицию, которая позволит нам получить хороший профит. И уже даже находимся в длинных сделках и знаем то, что доллар должен получить тот самый стимул роста, который ему необходим. Собственно, на этом все. Еще раз хотелось бы сделать акцент на то, что, как вы знаете уже, кто следит за новостями о маркетинге, на протяжении всего этого месяца вам доступен уникальный бонус на пополнение 2017. Он актуален до конца этого месяца. Это подарок новому году и подарок в связи с тем, что рынок просто показывает чудовищную влаченность. И нужно использовать все возможности, которые повышают покупательскую способность ваших депозитов. Я очень надеюсь, что мы с вами будем правы в определении наших трендов. Я очень надеюсь, что так же, как и Волки с Уолл-стрит под закрытием 2016 года, вы заработаете на хорошие подарки и завершите этот нелегкий год с точки зрения потрясения, с хорошим настроением, потому что только с таким настроением нам нужно начинать непростой 2017 год. Также не забывайте, что все видеоматериалы, весь видеоконтент вам доступен также в записи на канале на YouTube, заходите, подписывайтесь на него и не забывайте оставлять ваши комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. На этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.